Выбор за вами. 18 сентября по всей стране пройдет единый день голосования. Так, этим летом на территории Щелковского района стартовало сразу несколько избирательных кампаний. Осенью жителям предстоит определить парламентарии, в которые войдут в два органа законодательной власти. Государственную думу 7-го созыва и 6-й состав Московского областного парламента. По обоим кампаниям и по Госдуме и по Мособлдуме у нас будет два избирательных бюллетеня. Первый так называемый единый список, это где голосовать будем за эмблемы партии, то есть за избирательное объединение, которое представило тот или иной список. Половина всех депутатов, то есть в частности по Госдуме это 225 депутатов, избирается по пропорциональной системе так называемой. Вторая половина избирается по одномандатным избирательным округам. На данный момент продолжается период выдвижения кандидатов. 12 июля данный этап завершился для самовыдвиженцев, желающих принять участие в выборах в Госдуму. От нашего Щелковского района в нее пойдет кандидат по 127-му избирательному округу. В настоящий момент эта кампания уже идет в самом разгаре. По всем трем кампаниям продолжается период выдвижения кандидатов, так называемый период. В частности по выборам депутатов Государственной Думы у нас знаковое событие состоялось буквально два дня назад. Закончился первый этап кампании. Это выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения. До 12 июля продолжался он по всей России. До 24 часов все избирательные комиссии окружные принимали кандидатов. Что касается нашего 127-го одномандатного избирательного округа, Щелковский он называется, по выборам депутатов Государственной Думы, у нас так ни одного кандидата в порядке самовыдвижения не выдвинулось. То есть, другими словами, в избирательном бюллетене по нашему 127-му округу у нас все кандидаты, которые там будут, будут выдвинуты от каких-либо политических партий. В процессе выдвижения кандидатов в Госдуму от избирательных объединений этот период продлится до 23 июля. Часть списков уже были заверены ЦИК. Теперь кандидатам предстоит зарегистрироваться в территориальной избирательной комиссии Щелковского района. В частности, по Щелковскому одномандатному избирательному округу мы знаем, что будут баллотироваться 4 избирательных объединения, которые выдвинули кандидатов к нам в 127-й округ. Это Справедливая Россия, это Коммунистическая партия Российской Федерации, это ЛДПР и Коммунистическая партия коммунистов России. Четыре партии эти списки уже заверил ЦИК, нам их направил и мы ждем кандидатов. В плане выборов в региональный парламент Щелковский район в этом году оказался в эксклюзивном положении. Его территорию включают сразу три избирательных округа. Балашихинский одномандатный округ номер 1, номер 14 Ногинский и номер 17 Пушкинский. Для Московской областной думы продолжается как период выдвижения избирательными объединениями, так и самовыдвижения, когда зарегистрироваться в районам ТИК может каждый желающий. Однако необходимо собрать более 7 тысяч подписей избирателей. По депутатам Московской областной думы, значит, период выдвижения как самовыдвижения, так и политическим партиям он пока продолжается. То есть до 31 июля, то есть до конца месяца у нас к нам могут обратиться любой желающий, кто хочет выдвинуться депутатам в порядке самовыдвижения. Ну, естественно, ему придется собирать подписи в поддержку своего выдвижения. А политические партии, они у нас будут представлять списки, выдвигать списки до 18 июля включительно. В настоящий момент уже избирательная комиссия Московской области, как организующая комиссия, заверила 4 списка кандидатов по одномандатным избирательным округам. Это у нас политическая партия, партия Роста, Альянс Зеленых, Коммунистическая партия Российской Федерации и Справедливая Россия. После подачи в территориальную избирательную комиссию Щелковского района все документы проходят строжайшую проверку на предмет соответствия законодательным нормам. Направляем запросы в налоговую службу проверяемого дохода, в частности, проверяем сведения о наличии иного гражданства, кроме как Российской Федерации. Это проверяем и действующие документы, которые он представил, наличие образования. То есть все эти сведения, которые кандидат сообщает о себе, мы, как окружная комиссия, обязаны проверить на предмет соответствия закону. Получить подробную информацию о предстоящем голосовании и ознакомиться с потенциальными кандидатами можно на официальных интернет-страницах избирательной комиссии района.